Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. В Молдавии проводят срочную ревизию бомбоубежищ. Правительство Молдавии распорядилось в срочном порядке провести ревизию всех бомбоубежищ в стране. Вчера, 28 января, с пометкой «Срочно» были направлены соответствующие электронные письма районным представителям компании Молтелеком. Служба эксплуатации гражданских объектов предприятия затребовала актуальную информацию о количестве убежищ, их состоянии и местоположении. Растущая напряжённость на российско-украинской границе вызывает большую озабоченность в Кишинёве. Силовые структуры страны, мобилизованные при этом власти Республики Молдова, утверждают, что страна не желает вмешиваться во внешние конфликты и будет придерживаться закреплённого в Конституции статуса нейтралитета. Ранее правительство Молдавии приняло решение увеличить военный бюджет. Премьер-министр Наталья Гаврилица подчеркнула, что республика должна быть готова к рискам, с которыми она может столкнуться. В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду также призвала граждан сохранять бдительность, но не оказаться жертвами массового психоза. При этом она заверила, что в случае войны европейские союзники Молдавии помогут справиться со сложившимся кризисом. При этом Санду прямым текстом предупредила молдаван о риске войны, однако выразила надежду на дипломатию. Санду заявила об очень высоком риске войны в регионе и призвала молдаван быть начеку, но не поддаваться истерии и панике. Об этом она заявила в эфире телеканала TV8. «Если мы посмотрим на заявления, сделанные на уровне других стран, риски очень высоки. Мы надеемся, что эти риски не материализуются и будет найдено дипломатическое решение. Мы не можем исключать худший вариант развития событий – силовые действия. Мы обязаны и мы рассматриваем все риски с более низкой или более высокой вероятностью», – сказала Майя Санду. По её словам, молдавские госучреждения проводят оценку ситуации с просчётом, в том числе очень плохих сценариев. «Мы работаем над этим и несколько минут назад завершили одну из наших встреч в контексте этого вопроса. Мы пытаемся разрабатывать протоколы с нуля для всех ситуаций. Мы очень надеемся и видим, что на международном уровне предпринимаются усилия, чтобы не реализовать очень плохие сценарии», – отметила Майя Санду. Однако она сказала, что хотела бы, чтобы все граждане были настороже, но не паниковали. «Есть шанс на дипломатическое решение. Что значит быть наготове? Знать, что есть эти риски, узнавать из достоверных источников, потому что многие политические деятели пытаются спекулировать и дезинформировать, что Молдова хочет войны. Мы мирная страна и не представляем опасности для других стран. Нам нужен мир, чтобы сосредоточиться на внутренних делах», – заявила Санду. Накануне глава МИД Молдовы Нику Папеску заявил, что Кишинёв продолжит требовать вывода российских войск из Приднестровья, а также уничтожения устаревших боеприпасов. Напомним также, что Санду всегда была сторонником мирных и дипломатических решений. Так, она более года назад после своей победы на выборах выступила за реформирование миссии миротворцев в Приднестровье и превращение её в гражданскую. В России тогда отвергли её требования и назвали эти предложения безответственными. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать своё мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!